Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами своим финальным мнением о палетке Huda Beauty Purple Haze. Я понимаю, что это совсем не актуальная палетка, потому что новинки выходят со скоростью света. Так как я обещала все-таки снять о ней полноценный обзор, я ее вам показывала только в первых впечатлениях, и там в принципе не совсем понятно, что я вообще думаю, потому что я ее даже не поносила на тот момент, и как бы, в общем, такого полного о ней мнения у меня не сложилось тогда. Осталось вам только показать варианты макияжа, как обычно, на двух разных глазах. Ну а потом уже, конечно же, мы с вами обсудим после макияжа, я вам расскажу о своем впечатлении за все это время. Я носила эту палетку достаточно активно, поэтому давайте начнем краситься, и потом уже приступим к обсуждению. В качестве базы я использую консилер, как обычно. Я думаю, что на одном глазу нам нужно сделать вот этот прям максимально фиолетовый пюрпл. Я сейчас максимально густо хочу нанести этот темно-темно-фиолетовый оттенок, чтобы вам показать, что он творит такое. Видите, он как бы не наслаивается по непонятным причинам. А вот в палетке Nari этот оттенок уже, я как поняла, в улучшенной версии. Беру пушистую кисть и все это растушевываю. Но растушевать на самом деле можно, конечно же, каким-нибудь растушевочным. И у нас здесь для этого есть вот этот посередине. Я его набрала и пытаюсь растушевать границы. Если вы помните мой обзор на палетку Nari, то вы, наверное, видели, что там темно-фиолетовый и вот этот вот светлый, который очень похож на вот этот, те сливаются прям воедино. Ну, как бы они не превращаются в один оттенок, я имею в виду. Они очень хорошо сочетаются и как бы друг друга дополняют. Эти же как будто немножко конфликтуют, потому что именно здесь вот этот оттенок, который должен вести себя как в палетке Nari, он здесь ведет себя странно, максимально странно. Во-первых, он сыпучий. Во-вторых, он почему-то прям в красность какую-то уходит. Такого слова нет, я знаю. А проблема темного оттенка в том, что он плешиве. Ему нужна обязательно подложка, то есть на глазах вот эти видны дыры. Это вот все, что мы имеем. Беру кисть чуть-чуть даже менее пушистую и пытаюсь снова это растушевать. Беру оттенок с самой серединки, чтобы посмотреть, что вообще случится в этой ситуации. Этот оттенок тоже темный. И почему он темный? Вообще все ухудо, все, что на палетке светлое, для меня это в итоге темный. Давайте сначала попробуем кистью набрать. Вот это сейчас будет просто сыпучка. Проблема этого сияющего оттенка в том, что он оставляет за собой пигмент, который еще мало того, чтобы не плотно ложится и не ровно ложится, так у него сияшки как-то, знаете, плохо сияют. Вот, в общем, вы все видите. Вот вы помните, да, как у меня в Наре все сияло? И как здесь все? И еще жуть как осыпается. Беру пальцем. На пальце это вот так вот все красиво. Вот когда уже пальцем наносишь, выглядит, конечно, намного лучше, да? Теперь у меня блестит под глазом. Теперь я хочу вас познакомить с потрясающим оттенком вот этим, который просто... Я даже не буду его наносить кистью, потому что я уже знаю, что он не будет наноситься. Я абсолютно сейчас испорчу свой макияж. Вы видите, какой эффект создается этим оттенком? Посмотрите внимательно, какая подложка у этого оттенка, который, по сути, должен быть как красиво сияющий. Теперь, чтобы это убрать, вы это не уберете. Уходят блестяшки, появляются дыры, но остается вот этот грязный серый пигмент. Сверху давайте сделаю вот этим оттенком между ними. И я сделала все очень-очень хуже. Вот это все выглядит очень некрасиво. Вот вы даже видите, да? Если честно, мне так хочется стереть этот глаз, но я хочу, чтобы вы увидели финальный вариант. Чтобы у меня получилась равномерная дымка, я оформила со всем краешек черным карандашом и внутреннюю слизистую. Сейчас буду наносить вот этот вот темный фиолетовый. В общем, вот эта фиолетовая дымка, она со временем будет исчезать. Беру чистую кисть и растушевываю границы. Здесь можно заметить, что у меня вообще ничего не затемнено. Я даже сейчас возьму щедро и прям прихлопну и уведу, уведу далеко-далеко. Мне кажется, я сделала просто жесть какую-то. Какой-то гранж-макияж получился, да? Это все из-за вот этой вот внутренней части. Давайте я накрашу тушь и переходим ко второму глазу. Со вторым глазом у нас должно быть все немножко попроще. С этой палеткой нет. Да, я возьму вот этот оттенок. Он такой рыженький, видите, да? Еще у Huda я заметила, есть такой прикол. И это именно прикол. Это не фишка. У нее все уходит в краснинку. На коже, ну, по крайней мере, на моей это все уходит вот в красный. Это либо со мной что-то не так, либо что... Получилось хорошо, оно растушевалось. И проблем пока не возникает. В принципе, это такой оттенок. Что с ним должно еще произойти? И прозрачный оттенок, который, в принципе, тоже уходит в краснинку, наношу по границе, чтобы как бы все это нежно растушевалось. Но вы видите, да? Что это вообще не нежно растушевывается, это только усугубляет краснинку. Возьмем тогда вот этот вот оттенок, нанесем его на внешний уголок. Нет, все-таки у Huda Beauty Nari этот оттенок лучше себя ведет. Теперь я беру вот этот оттенок, который, на мой взгляд, в этой палетке самый красивый. Прям удачный. Теперь это все я растушевываю между собой, чтобы не было границ. И здесь беру даже кисточкой этот красивый оттенок, набираю и провожу вот здесь. Растушевала я, в общем, опять черный карандаш. И на нижнее веко я сейчас нанесу вот этот. Потому что если он смешается с черным карандашом, он будет смотреться плотнее. Я вижу, что вот этот оттенок напрашивает... И, простите, извините, какой был жест несимпатичный. Вот сюда он прям напрашивается просто слегка. Этот он все равно так не сияет. Давайте я покажу вам каждый глаз по отдельности. Вот такой вот у нас получился правый глаз. И вот такой вот левый. Ой, осыпается все, осыпается. И не в тему, главное, взяла все это, размазала по лбу. Я просто такие оттенки люблю, поэтому мне захотелось, в общем, именно эту палетку взять. Потому что из всех предложенных вариантов расцветок это была самая правдивая. Ну, то есть purple, значит, там вот такие вот фиолетовые оттенки. Хаки вообще как бы хаки называлась, но только там упаковка хаки. То, что у меня испорчен макияж на вот этом глазу, это факт. Потому что выглядит это странно, согласитесь. У меня прям вот тут темно. Именно лично для меня, исходя из своего личного и опыта, и предпочтений, я просто хочу сказать, что вот эти два оттенка для меня максимально бесполезны в этой палетке. Конечно, меня никто не заставлял покупать ее, так как я знала, что аналог этого оттенка у меня есть в палетке Too Faced. И теперь у меня есть этот оттенок еще и в Nari палетке. Блин, у меня просто их три. Этот оттенок, он не сияет, вы видите, да, как он отличается. Здесь я его нанесла, он просто как бы лег, размазал вот этот пигмент, и все. Сияние там, где сияние, сияние, сияние я не вижу. Этот оттенок темно-фиолетовый ведет себя не очень прилично. Если в палетке Nari этот оттенок уже улучшенный, потому что, я как поняла, там формула в матовых совсем другая, и он именно там ведет себя так, как должен вести этот оттенок, то есть он наслаивается. Он отлично тушуется, я просто влюблена в этот оттенок. Здесь же он и не наслаивается, и ложится как-то плешиво, и еще и тушуется плохо. В общем, плюсов в нем практически нет. Нет, их просто нет. Этот оттенок, я считаю, самый симпатичный в этой палетке. Это какое-то, знаете, розовое золото в этом оттенке есть. Да, это как бы розовое золото получается. Самый красивый оттенок, на мой взгляд, в этой палетке, и самый сияющий. Он больше всех дает вот этот влажный эффект, и правда красиво сияет. Прям, знаете, такая Шарлотта Тилбери на минималках. Вот этот оттенок для меня темный, он уходит в краснинку, так же, как и в оттенке Nari. Точно такой же относительный оттенок уходит в красный. Я не понимаю, это либо со мной что-то не так, но я уже, вот получается, это вторая палетка, где у меня вот такие светлые оттенки уходят в красненку. Мне не понравился этот оттенок, он и, в принципе, что вот здесь, непонятно. На камере, кстати, почему-то этой красненки толком не видно. Этот оттенок для меня тоже бесполезный, потому что он наравне вместе с этим вообще тоже толком не сияет. На пальце, главное, это выглядит очень красиво, посмотрите, да? И как бы на свотче даже, наверное, красиво, да? Но на глазу это все равно вообще совершенно другое. Он сияет только если искусственное освещение. На этот оттенок у меня были большие надежды, потому что на промо этот оттенок смотрелся просто таким красивым. На деле это вот, пожалуйста. Темно-серая подложка какая-то. В итоге он сияет только если на него светить, а вот так это какой-то темно-непонятный оттенок. Он не сияет таким должным образом на глазах, как он сияет в рефиле или там, я не знаю, при искусственном освещении. Но если присмотреться, он только затемняет. Я пыталась нанести этот оттенок разными способами и по серединке века, и во внутреннем уголке везде он затемняет. Вот вы представьте, вы хотите здесь наоборот осветлить, да, центр века, а получается, что вы его наоборот затемняете. И он вроде бы когда-то сияет, когда у него настроение будет хорошее. А в основном он затемняет, как, собственно, и получилось у меня вот здесь. Вы даже заметите, какой эффект странный, да? Это выглядит не очень симпатично на самом деле и небрежно. Ну а следующий это тот, который тоже аналог из Нари. Там, я как поняла, намного улучшенный оттенок, потому что именно то, как там себя повел тот самый такой же оттенок, я этого ждала от этого. Здесь он какой-то меловой, он как-то пыльно наносится, он пылит, и как будто бы он просто, знаете, по поверхности кожи проходится, но не оставляет за собой никакого ни пигмента, ни оттенка. Короче, он тоже уходит в краснинку, и получается, что когда тушуешь вместе с вот этим, они как будто конфликтуют. Ну и напоследок вот этот, который просто уходит в суперрыжий, даже, я бы сказала, практически в красный уходит. Я не знаю, что это вообще за прикол, походу, вот видите, он прям красный. Ну, как не красный, конечно, да, он краснеет, в общем. Ну и если все это собрать, можно понять, что самый красивый здесь оттенок это вот этот, и если не считать того, что у меня есть аналог вот этого оттенка, и если бы его не было, то можно было бы сказать, что и этот. По сути, в общем, да, два красивых оттенка в палетке из девяти оттенков. Конечно, с ней можно сделать макияж, можно сделать нормальный, приличный. Это не супер какое-то ужасное качество, знаете, прям вот настолько ужасное, что невозможно. Конечно, возможно сделать с этой палеткой макияж. Я думаю, аналоги таких оттенков в более бюджетных вариантах есть, и они, скорее всего, даже могут быть получше. Но если сравнивать с палеткой Нари, где качество матовых просто меня поразило, оно идеальное. Если брать вот этот оттенок, именно в той палетке он ведет себя просто вот как надо. И такой оттенок, который тоже есть в той палетке, тоже классно тушуется, тоже вместе с ним сливается, и получается это просто идеальный такой тандем. Хочу отметить, что если вот взять сухой способ и нанести этот оттенок, а теперь я сейчас специально намочу свой палец влажной салфеткой, специально наберу влажным способом этот оттенок, и вы увидите, как по-другому он вообще и наносится, и сводчится, и выглядит. То есть, да, выход найти с этим оттенком. Вы видите вообще разницу? Вам не видно, но вот здесь прям кусочки такие странные собрались, а здесь прям все размазалось, размазалось, все разнеслось. Есть такая вероятность, что этот оттенок можно спасти, нанося его влажным способом, но это, конечно, уже танцы с бубном, можно сказать. Этот оттенок, сразу говорю, ничего не спасет, он просто сам по себе проваленный, потому что у него неправильная цветовая подложка. Про качество хочу сказать, что если вы хотите хорошее качество с подобными оттенками, и если вы именно худо-бьюти хотите, то уж лучше взять палетку Nari, потому что там аналогов достаточно с этой палетки, да и вообще там аналогов со всех палеток много, и именно в той палетке они улучшены, и в принципе та палетка как бы сделана в Италии, а эта в Китае. Качество у них это небо и земля. Такое ощущение, что это абсолютно два разных бренда, что эта палетка, что палетка та. Я бы не взяла на себя смелость рекомендовать вот эту палетку. В общем, мой вердикт такой, сияющие оттенки недосияющие какие-то, а матовые очень плохого качества, как будто мы вернулись на пару лет назад. Ну а про саму худо-бьюти я хочу сказать, что у нее есть палетки намного лучше, это вот как раз вот это новое. Но вот этот сияющий, конечно, на самом деле очень красивый. Вот им я пользоваться точно буду. Вот он влажный, классно наносится. Смотрите, как он сияет. Можно даже его нанести. Этот макияж уже ничего все равно не спортит. Ну вот другое дело. Я не знаю, на что я надеялась, потому что я прекрасно видела, что многим не понравилась палетка Хаки, и логично было бы ожидать, что и это по качеству будет так себе. Носились эти тени, в принципе, долго, ничего с ними не происходило, ничего вроде не скатывалось, единственное, они осыпаются. Сколько я их красила. В общем, вот такой вот у меня получился обзор. У худо-бьюти, кстати, вышла еще одна палетка девятки. Я, как поняла, это холидей, насколько я понимаю. Она такая более золотистая. Я до сих пор не знаю, стоит ли ее пробовать. Если она также сделана в Китае, как и вот эта, то нет. Вот такой вот получился обзор, такие макияжи, я не знаю, что вы думаете по поводу них, но если уж сравнивать, ну, наверное, этот глаз мне нравится больше. Ну, этот глаз испортила только вот эта вот сияшка, которая не сияшка, на самом деле. Не было бы ее вот здесь, вот этой темной полосы, я бы сказала, что этот глаз мне нравится больше. На этом мы будем с вами заканчивать. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. Может быть, вы присматриваетесь к этой палетке, хотя обзоров, я думаю, достаточно сейчас на ютубе. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы, конечно же, еще не подписаны. У меня выходят видео два раза в неделю. Ну, а мы увидимся с вами очень скоро. Пока!